Проблемы безопасности на украинских дорогах сегодня обсуждали в Министерстве инфраструктуры. Что решили, узнаем от Богдана Вербицкого. Разбитая машина, осколки стекла и кареты скорой помощи. Такие картины на украинских дорогах становятся уже обыденными. В 2017 году увеличилась количество ДТП на 14,2%. Колькость загибших увеличилась на 22,7%. Чиновники из обл. администрации, члены комитета Верховной Рады, антикоррупционеры и даже сотрудники СБУ. В Министерстве инфраструктуры сегодня проводили круглый стол. Главная тема – безопасность на украинских дорогах. Напрацовывается ряд заходов, чтобы количество дорожньо-транспортных пригод уменьшить, как минимум. А потом выйти, так как есть ряд европейских стран, чтобы они уменьшились практически до нуля. Правопорядок на дорогах в европейских странах контролируют государственные органы. В Украине же ситуация с точностью да наоборот. Контроль на местах ведет патрульная полиция. Но, по словам самих копов, этого недостаточно. Это вопросы, которые относятся к компетенции многих структур. Не только контролирующего органа, которым есть национальная полиция, патрульная полиция, первое за все, а и всех других структур и гелок влады. Следить за ситуацией на дорогах могли бы в Государственной службе по безопасности на транспорте. Но проверять перевозчиков чиновники пока не могут. Всему виной бюрократическая брешь. Это и мораторий на соответствующие проверки, где сковывает какие-то действия Укртрансбезпеки. Мораторий, знаете, внизу коррективы. И много перевозчиков не кто правилами надания послуг. Хоть как-то контролировать ситуацию на дорогах пытаются общественные активисты. Признаются, нарушений много. Замеряли грузы грузовиков на трассах. Они превышают все нормы в 2-3 раза. Тему грузоперевозок и транзита также не оставили без внимания. Ведь это хороший заработок. Вот только денег Украина недополучает. На транзитный потенциал Украины на сегодняшний день, как всем известно, впливает и дорожная груза, стан дороги территории Украины. 2013, 2015, 2014 рік дорожная груза зазнавала критичное недофинансирование. Говорили на заседании о новшествах. Планируют создать электронный кабинет перевозчика, вести онлайн-реестры и докомплектовать новые мобильные лаборатории. Но сначала нужно проголосовать законы в парламенте. Богдан Вербицкий, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер.